В своем блоге в сентябре 2012 года я уже упоминал о том, что были выявлены нарушения требований безопасности в Тавропольской детской клинической больнице. Росздравнадзор нашел тогда достаточно много нарушений в деятельности данного отделения. И вот сейчас вынесен обвинительный приговор в отношении врача. Исходя из представленной информации следует, что причина возгорания это искра зажигалки, которая находилась у несовершеннолетнего пациента. То есть недействия врача привели к возгоранию. Ребенок неоднократно получал подобные процедуры. Следовательно, он знал о необходимости соблюдения требований безопасности. Существует конституционная норма о неприкосновенности гражданины. И врач не может обыскивать пациента при проведении процедуры. Кроме того, существует норма гражданского права о том, что грубая неосторожность потерпевшего является основанием для уменьшения размера компенсации вреда. Исходя из информации с клинической больницы, взыскан 1 миллион компенсаций морального вреда. Теоретически, вот эта норма о грубой неосторожности самого потерпевшего должна была иметь место при вынесении решения суду о размере компенсации. Текст приговора пока недоступен. И может быть вообще не будет недоступен. Тем не менее, я считаю, что приговор явно неоднозначный. Если основания для возмещения компенсации морального вреда, исходя норм гражданского права, однозначно имеют место, то вот здесь вменять врачу ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, на мой взгляд, является весьма сомнительным. Адвокат врача намерен обжанывать вынесенный приговор. Но будем надеяться, что в суде второй инстанции к рассмотрению жалобы подойдут взвешенно и обоснованно. Продолжение следует...